Всем привет! Меня зовут Андрей Шевченко, я эксперт в магазина Канты на Нагорной и сегодня я расскажу вам все, что вы хотели знать о горнолыжных ботинках. Горнолыжные ботинки можно разделить на несколько категорий по разным параметрам. Для начала давайте поговорим о назначении ботинок. Итак, здесь можно выделить спортивные ботинки, ботинки назначения клубный спорт, ботинки категории All Mountain и специализированные ботинки для фрирайда. Итак, говоря о спортивных ботинках, я имею ввиду ботинки для выступлений в соревнованиях по горным лыжам, так называемый спортсер. У нас в этой категории представлено всего два ботинка, это Head Raptor 140 и Fisher Vacuum Technic Man с жесткостью 130-150. Итак, что же отличает ботинки этой категории от всех остальных? Во-первых, это жесткий пластик. Ботинки жесткие и тяжелые, вес здесь не важен, лыжник едет сверху вниз, важна скорость и важна жесткость, поэтому здесь нет никаких технологий, направленных на уменьшение веса. Большой угол наклона вперед, стойка лыжника более агрессивная, поэтому угол по умолчанию делается 17 градусов. Для сравнения, в ботинках All Mountain угол 13-15 градусов. Также ботинки спортивной категории можно отличить по подошве, здесь нет набоек, здесь гладкий пластик, подошву можно фрезеровать, менять угол как продольный, так и поперечный, в общем, подгонять под конкретного спортсмена. Еще одна характеристика спортивных ботинок – это тонкий внутренний, здесь нет утеплителя, здесь нет никаких амортизирующих материалов. Это сделано для максимального контакта ноги с лыжей и минимальных потерь энергии при передаче нагрузки. Еще одной характерной чертой спортивных ботинок, которую вы можете ощутить на себе, является узкая колодка. Как правило, ширина колодки в спортивных ботинках – это 92-97 мм. Такой ботинок подойдет не всем, и, в принципе, я не рекомендую использовать такой ботинок для обычного катания в течение всего дня. Даже если вы катаетесь очень хорошо и хотите себе жесткие ботинки, выбирайте себе ботинки из категории клубный спорт или хорошие жесткие All Mountain ботинки с более мягкими внутренниками, в которых есть утеплители и ширина колодки, которых немного больше. Итак, теперь перейдем к категории ботинок клубный спорт. Это, в принципе, спортивные ботинки, которые обладают меньшей жесткостью, чем чистый спортсех. Также ботинки с пластиковой подошвой, которой можно фрезеровать. Ботинки с тонким внутренником, без утепления и без амортизирующих материалов. Но единственное их отличие от цеховых в том, что они имеют все-таки меньшую жесткость. Они годятся для выступления в соревнованиях категории мастерс, а также в физских соревнованиях юниоров, которые обладают хорошей техникой, но еще не очень большим весом. Мы предлагаем несколько моделей в этой категории. Это Atomic Redster Club Sport 130 и 110, и Rossignol Hero World Cup 130 и 110 с разными вариантами колодок 97 и 100 мм. Теперь мы переходим к самой массовой категории. Это категория All Mountain. Здесь куча ботинок, разные фирмы, разные модели. И внутри этой категории также существует деление не по назначению, а скорее по уровню катания, лыжника и по анатомии стопы. По анатомии различают несколько вариантов колодок. Это широкие, средние и узкие колодки. По подготовке лыжника ботинки разделяются по жесткости. От экспертов это 120-130 до начинающих это около 90 для взрослого мужчины нормальной комплекции. Итак, начнем с узких ботинок экспертной категории. Здесь у меня есть Atomic Hoax Ultra 120 жесткости. Ботинок самый легкий в мире, достаточно узкий. Здесь ширина короткий 97 мм. Угол наклона можно регулировать от 13 до 17 градусов. Внутренний к платину формуется в трех зонах. И пластик Memory Fit, который также можно формовать в горизонтальной части ботинка. Следующий ботинок в категории All Mountain для экспертов с узкой колодкой. Это Salomon X-Max 120. 98 мм ширина колодки, 120 это жесткость. Ботинок узкий. Есть одна особенность, которая отличает Salomon от остальных колодок. Это достаточно низкий подъем. Если у вас невысокий подъем и нет проблем с давлением в верхней части ступней, то Salomon вам вполне подойдет. Если же это не так, если же вы часто испытываете дискомфорт под второй и третьей клипсе или в перегибе, скорее всего, Salomon вам не подойдет и придется выбрать другую фирму ботинок. Экспертный ботинок с узкой колодкой общего назначения, который подойдет экспертам с невысоким подъемом. Еще одна интересная модель в категории узких All Mountain ботинок. Это SCORE G2. Мы называем его ботинок для периодных соревнований. Это очень узкая колодка, низкий подъем, очень мощный охват, 120 жесткость. Здесь есть набойки, есть защита от истирания по бокам, что делает его пригодным для катания в горах, где приходится наступать на камни и идти по камням. Но ботинок не имеет переключателя. Это никакой не скитур. Это серьезный Big Mountain, жесткий, мощный ботинок, внутренний из жесткой пены, формуемый. Если вы сможете в него влезть и пробыть в нем хотя бы 10 минут, ботинок очень классный и он вам подойдет. Так, когда я начинал говорить про узкие All Mountain ботинки для экспертов, я сразу сказал, что ботинок Ultra от Atomic самый легкий в мире. Давайте взвесим его в сравнении с конкурентами, с такой же шириной колодки и такой же жесткостью. Вот для этого у нас здесь есть весы. Поставим на них Hawks Ultra 120. Весы у нас показывают 1,782 кг. Запомню эту цифру. 1,782 кг. И поставим на весы ботинок Solomon XMAX 120. Solomon XMAX 120, узкая колодка, 98-я, здесь 97-я, 2,300. То есть на полкило Solomon XMAX 120 тяжелее, чем Atomic Ultra. При похожей ширине колодки здесь размер 27,5, здесь размер 28,5. Не думаю, что сантиметр длины прибавляет полкило веса этим ботинком. И давайте еще скот взвесим. И скот 2,200. 100 грамм он выигрывает у Solomon, так как ботинок, в принципе, часто используется в горах, в фрирайде, людьми, которым вес важен. Но при этом все равно он легче, чем Atomic Hawks Ultra 120. Так, еще раз говорю, что жесткость здесь одинаковая. Размеры у Atomic и Solomon близкие. 26,5 у скот, чуть-чуть он поменьше. Полегче, чем Solomon и значительно тяжелее, чем Hawks Ultra. Я также сказал, что ботинки спортивной категории, спортсаховые, делаются из жесткого и тяжелого пластика. Что здесь нет технологий направленных на уменьшение веса, потому что, в принципе, он не важен для спортивных дисциплин. Вот 27,5. Это Head Raptor 140. Попробуем его взвести. Посмотрим, сколько же он весит. И здесь 2 килограмма 573 грамма. Учитывая, что здесь нет утеплителя во внутреннике вообще. Внутренник тонкий. Соответственно, пластик тяжелее, чем у экспертных холл-маунтинг ботинок. Но еще раз говорю, что это не делает его плохим. Это просто говорит о его спортивном назначении. Поговорили мы о спортивных и узких холл-маунтинг ботинках. Теперь хотелось бы поговорить о средней ширине колодки с хорошей жесткостью и широких ботинках тоже с хорошей жесткостью. Надо сказать, что, в принципе, вся фирма выпускает ботинки для экспертов, ботинки для начинающих, ботинки для любителей и спорт. И такого понятия, как какая фирма лучше, а какая хуже, в принципе, давно уже не существует. Нужно сравнить конкретные модели между собой. Итак, сейчас я поговорю о холл-маунтинг ботинках для экспертов, но со средней шириной колодки. Средняя ширина – это 100 мм плюс-минус 2 мм. Так, как я уже сказал, все фирмы представлены в разных категориях. Начнем мы с Россиньола. Это Россиньол Allspeed Pro. Здесь ширина колодки 100 мм. Хороший ботинок, особенно учитывая его цену. Это 120-й ботинок за 25 тысяч рублей. Угол наклона 15 градусов. Жесткость 120, 4 клипсы. Все, в принципе, по классике сделано. Ботинок достаточно консервативный. Его минус в том, что пластик используется старый, жесткий и тяжелый. Весом ботинки реально выделяются относительно остальных производителей в худшую сторону. Но при этом выделяются ценой в противоположную сторону. Поэтому, в принципе, если вам вес не важен и у вас ограниченный бюджет, то вот 120-й ботинок честный и с хорошей колодкой за 25 тысяч рублей. Дальше, пожалуй, ботинок легенда. Одна из самых продаваемых моделей. Это Hoax Prime 120-й. Вообще, некоторое время назад модель Hoax разделилась на три колодки. Это Ultra, Prime и Magna. Ultra самая узкая, о ней мы уже сказали. Prime это средняя колодка и Magna самая широкая. Вот ботинок Hoax Prime. Это, пожалуй, самая продаваемая модель вообще у Atomic'а и, наверное, даже в том году по всему рынку гормоножных ботинок. Такое ощущение, что Atomic взял какую-то фокус-группу, усреднил замеры стопы у людей и по этой модели сделал колодку, потому что ботинок подходит очень-очень многим. Здесь формуемый пластик, Memory Fit. Можно формовать горизонтальную часть ботинка. Формовку голени и пятки они не обещают и не прописывают здесь. 100 мм ширина колодки, 120-я жесткость, достаточно высокий подъем. Скажем, если вам не подходит Solomon по подъему, ощущаете давление под второй или третий клипсы и в перегибе, как я уже говорил про Solomon, то, возможно, вам подойдет Atomic, потому что подъем здесь выше. Ботинок All-Mounting 120-й жесткости. Рекомендую всем, кому он подойдет. Классный ботинок с формуемым пластиком в горизонтальной части. А теперь посмотрим на конкурента от Solomon. Конкурент Hoax Prime. Это Solomon X Pro. Тоже 120-я жесткость. Колодка тоже 100-я. В принципе, ширина колодки на всех ботинках указывается для 26,5 размера. Соответственно, если мы берем размер больше, то, скорее всего, колодка там будет чуть-чуть шире. Этот ботинок похож на Prime шириной, может быть, чуть-чуть шире он в центральной части, но сильно отличается подъемом. Подъем здесь значительно ниже. И если вы чувствуете слишком много свободного места над верхней частью стопы у Atomic, то можно смело пробовать Solomon, и, возможно, что он подойдет вам именно в этом месте. Если же, наоборот, здесь давление, как я уже сказал, этот ботинок вам не подходит, как и все остальные ботинки Solomon, у них у всех низкий подъем. Берите Atomic или Head, какую-то фирму с более высоким подъемом. А так, классный ботинок. 120-я жесткость, 100-я колодка, низкий подъем. Все формуется. Формуется внутренник. И благодаря Custom Shell формуется гранатальная часть пластика у ботинка. Так же, как и у Atomic, щиколотка и пятка не заявлены как формуемые. Теперь переходим к All-Mountain ботинку для экспертов со средней шиной колодки от Fischer. Это Fischer The Curve. Это новая колодка. О них вы уже слышали и в новинках сезона, и в разных подборах на канале Kant и в других каналах. Ботинок отличается от остальных тем, что у него есть вакуумная формовка. Вообще, в принципе, это отличительная особенность Fischer. Есть вакуумная формовка пластика, это Full Fit. Здесь как раз они обещают формовку в коэзонтальной части, в щиколотке и в пятке. То есть ботинок формуется полностью. Какие еще у него есть особенности? Есть карбоновые вставки вот в этой зоне. Если вы наденете ботинок, например, Solomon и будете его загружать, вы увидите, что ботинок в зоне подъема немножко пузырится, как бы раздувается. Здесь специально в этих зонах поставили карбон, чтобы ботинок не раздувался при загрузке в вертикальной части ботинка вперед. Еще здесь есть интересный факт. Производители поставили метку 97 мм плюс-минус 3. И все мы сошлись во мнении, я и мои коллеги, и наши клиенты, что скорее плюс. Потому что колодку никак нельзя назвать узкой, а 97 мм это достаточно узкая колодка. Так что рассчитывайте, что этот ботинок в средней части около 100 мм. Отличный ботинок, полная формовка пластика. Если у вас проблемная нога, если у вас выпирающие кости, если вам сложно подобрать для себя ботинок, пожалуйста, вот это ваш вариант. А вместе с индивидуальной сформованной стелькой это будет, пожалуй, единственный выход для людей с проблемными ногами. И еще один очень хорошо продающийся ботинок в этой категории. Категория со средней колодкой All-Mounting ботинок для экспертов. Это 110-й Vector. Желательно было бы в этот обзор поставить 130-й Vector. У нас он, к сожалению, закончился. 110-й Vector, тоже средняя ширина колодки. И высокий, достаточно высокий подъем. Это, в принципе, заметно невооруженным взглядом. Его старший брат 130-й ботинок как раз является ботинком для экспертов. А вот 110-й я бы отнес скорее для продвинутых пользователей с средним и прогрессирующим уровнем. Потому что 110, в принципе, жесткость для ботинок в современном мире уже не очень большая. Также здесь формуемый пластик. У Head'а появилась своя технология Foam Fit. Также в горизонтальной части ботинок формуется, как Solomon и Atomic. Отличный ботинок. Тоже очень многим подходит. Много и часто и хорошо продается. Пожалуйста, если вы весом не больше 100 килограммов и катаетесь выше среднего, ботинок вам прекрасно подойдет, если он на вас сядет. Так, мы поговорили о категории ботинок All-Mountain для экспертов и продвинутых райдеров со средней шириной стопы. И теперь мы поговорим о реально широких ботинках. Ботинки широкие, с хорошей жесткостью, созданные для людей с плоскостопием, с проблемными ногами, с полными щиколотками и с низкоопущенной массивной икрой. В этой категории у нас представлено несколько моделей. Начнем мы с Arsenio, шиноколодки здесь 104 миллиметра, жесткость 120. Ботинок называется Elia 120, выпускается очень много лет. Как и в ситуации с All-Speed Pro, консервативный старый пластик делает его очень тяжелым. По сути, это единственный его недостаток. Ботинок дешевый, 120 жесткости и очень широкий. Еще к недостаткам можно отнести очень низкое голенище. Если я поставлю его в ряд с остальными ботинками, это можно заметить невооруженным взглядом. Ботинок для полных новичков, которые не обладают большим ростом. Потому что если человек высокий, он будет давить на ботинок с большим рычагом, и это будет не очень полезно для его голени. Итак, для невысоких, полных людей с широкими ногами, ботинок Elia 120 прекрасно подойдет. Цена 17 502 рубля, по-моему, неплохое предложение, если человек не собирается становиться спортсменом. Дальше мы перейдем к не менее легендарной колодке Magna. Не менее, чем остальные у Atomic, это Ultra и Prime. Широкий ботинок с жесткостью 130. Подойдет для проблемных ног. У него широкое голенище, широкая центральная часть. Помимо прочего, она еще и формуется. То есть ее можно сделать еще шире. Здесь сейчас ширина колодки 104 мм. Можно еще ее на 5-6 мм растянуть в сторону и сделать более широкой. Также для полной голени, как правило, на таких ботинках есть возможность переставлять верхние клипсы. Здесь есть дополнительные отверстия. Если голень человека не очень широкая, можно переставить их внутрь. Если широкая, можно переставить наружу. Тогда охват вертикальной части еще увеличится. Также регулируется угол наклона, что не всегда встречается у ботинок с такой шириной колодки. Ботинок для больших людей. Хороший ботинок с хорошим спортивным характером, но при этом очень широкий. Если вы эксперт с широкими проблемными ногами, пожалуйста, Hawks Magna может вам подойти. К этой же категории можно отнести ботинок Advant Edge 125 от Head. Здесь 125-я жесткость. Ширина ботинка в размере 27-5-104 мм. Также формуемая горизонтальная часть технологии Foam Fit. Здесь чуть-чуть более узкий охват голенища, чем, скажем, у Magna. Но при этом тоже ботинок подходит для людей с широкими ногами. 125-я жесткость для хорошо катающихся, либо для тяжелых людей с широкими ногами и крупным голенищем. И, пожалуй, один из самых продаваемых ботинок в этой категории – это Fischer с колодкой RC Pro. Она появилась в прошлом сезоне и сразу завоевала популярность в России. Потому что в России очень много людей с широкой ногой, полных мужчин. Поэтому RC Pro, в принципе, сразу завоевала рынок наравне с Atomic Magna. Если остальные ботинки человеку не подходят, где-то жмет, то, пожалуйста, RC Pro можно предлагать, можно мерить. Здесь достаточно высокий подъем, широкая ступня, широкое голенище. Также переставляются верхние клипсы, верхние гребенки, чтобы можно было сделать охват еще шире. Ботинок формуется в горизонтальной части. И у него есть старший брат, который называется Fischer RC Pro 130 Vacuum Full Fit, который формуется по технологии Full Fit во всех зонах. Это и горизонтальная часть ступни, и пятка, и голенище. Тоже очень широкий, но плюс еще и формуемый полноценно во всех трех зонах. Итак, ботинки для широкой ноги. Очень часто их спрашивают, очень часто они пользуются спросом. Хотелось бы отметить, что это ботинок не для избыточного комфорта. Если у вас нога имеет среднюю ширину, или если у вас узкая ступня, то не стоит покупать эти модели для того, чтобы ноге там просто было более свободно и более комфортно. Вы потеряете в контроле над лыжей, вы потеряете в безопасности, потому что нога просто может сломаться внутри ботинка. Вы потеряете в комфорте, когда ботинок немножко умнется, и вы почувствуете, что вам придется цепляться пальцами за стельку, чтобы управлять лыжей. Поэтому еще раз говорю, что мы меряем ногу каждому клиенту. Мы меряем не только длину, но и ширину. И предлагаем подобные модели только тем, кому они действительно могут подойти. Если у вас нога уже 110 мм, можно пробовать мерить другие ботинки, которые будут садиться более плотно, формовать их в тех зонах, где есть дискомфорт, и использовать по назначению. Итак, мы с вами поговорили о спортивных ботинках, о категории клубного спорта и об холл-маунтинг-ботинках для экспертов с средней, широкой и узкой стопой. Теперь мы поговорим о специализированных ботинках для фрирайда. В принципе, я как человек, катающийся часто вне трасс, не сказал бы, что это очень важно иметь ботинок, который непосредственно произведен для фрирайда. Вы можете кататься в хороших холл-маунтингах или даже спортивных ботинках в горах, если вы к ним привыкли, если вам у них удобно. Но, тем не менее, производители выпускают подобные ботинки, и самая главная опция, которая в них есть, это переключатель для ходьбы. Сейчас все больше и больше популярным становится ски-тур. Это ботинки не для него, это ботинки для гибридных креплений, креплений для фрирайда, у которых есть возможность свободного хода пятки. И в сочетании с ботинками, с переключателем, они дают вам возможность немного пройти траверсом или вверх до точки старта. Итак, во всех ботинках, как я уже сказал, есть такой переключатель. Он реализован иногда по-разному. Так или иначе, на задней части ботинка, на щиколотке, есть рычажок, который при переключении дает возможность голени вставать вертикально вверх. Это нужно для того, чтобы, когда вы шли на лыжах классическим ходом, вы могли лыжу толкать вперед, и ваша нога не испытывала сверхдавление в зоне поддержки икры, в зоне заднего спойлера. Ботинки имеют много общего. Помимо переключателя, также у них развитый протектор подошвы, потому что предполагается, что вы, возможно, где-то пройдете с лыжами прицепленными к кузаку, чтобы подошва не сбивалась об камни. Как правило, она защищена резиной, накладкой. Есть вибрамовские подошвы у некоторых производителей, у Соломона это своя подошва. Но так или иначе, защищена центральная часть ботинка и ярко выраженный протектор с мягкой резиной, для того, чтобы можно было идти по льду и по камням. Как я уже сказал, это, в принципе, общая черта, и во всех ботинках, которые предназначены для фейрайда, так или иначе, протектор ярко выражен, и он есть. Итак, мы взяли для сегодняшнего обзора Fischer Hybrid 110, Fischer Ranger 120, Head Challenger 120 и R-Signal All-Track Pro 120. Ботинки 120 жесткости, кроме гибрида, от Fischer. У ботинок примерно одинаковая ширина колодки. 101 мм у Ranger, 101 мм у Head, 100 мм у R-Signal All-Track Pro, и 103, самый широкий, 103 мм у Fischer Hybrid 110. Надо сказать, что жесткость на фейрайдных ботинках весьма условное понятие, и если мы возьмем ботинок All-Mountain или клубный спорт с жесткостью 120, он, скорее всего, покажется вам более жестким, чем 120-й ботинок для фейрайда. Это и за счет более легкого и мягкого пластика, и за счет переключателя, который тоже съедает немного жесткости у ботинка. Как правило, у таких ботинок утепленные внутренние. Все представленные модели содержат в себе минимум 200 грамм утеплителя Finsulate. На некоторых есть даже лейблы, говорящие об этом. Так что, если вы мерзнете, например, то не беспокойтесь, в таких внутренниках ваша нога не замерзнет с правильно подобранным грануложным носком. Учитывая, что покупая подобные ботинки, человек рассчитывает в них немного ходить, я могу сделать вывод, что вес подобных ботинок для человека все-таки важен. И ботинки стоят в таком порядке не просто так. Россеньол опять оказывается самым тяжелым. У него самый старый консервативный пластик. Это может быть неплохо, если вес не важен. Но здесь я могу сказать, что он 2,5 кг на полкило тяжелее, чем гибрид 110-й от Fischer. Если хотите, мы можем это проверить. 2,8 кг у Фишера и у Россеньола. 2,4 кг на полкило он тяжелее. Но, тем не менее, вес в таких условиях может быть достаточно важен, если вы все-таки планируете ходить горизонтально или вверх. В общем, эти ботинки аналогичны друг другу. Если вам нужен такой ботинок, то выбирайте из них по удобству и, в принципе, вообще руководствуйтесь этим фактором в первую очередь. И среди спортивных ботинок, и среди All Mountain сегмента самым главным фактором оценки ботинка является удобство именно для вас. Если вам этот ботинок не подошел, не смотрите на его цену или дополнительные опции, качество формовки и прочие вещи. Если он вам не подходит по каким-то параметрам и не сидит на ноге, то, скорее всего, вам нужен другой вариант. Возможные исключения, такие как Fischer Vacuum, здесь не учитываются. Их иногда покупают и без примерки. Fischer при этом гарантирует точную посадку по ноге. Но в остальном, еще раз повторюсь, что оценивайте то, насколько вам ботинок подходит именно по удобству посадки его на ногу.